Элмунда, Испания, Путин в холодильнике. Хавьер Калус. Элмунда, Испания. 12 ноября 2019 года. Во времена последних русских царей ходил такой анекдот. Одного человека арестовали за то, что он крикнул, Николай, дурак. Когда его схватили, он сказал полицейскому, но я ведь имел в виду не нашего дорогого императора, а другого Николая. Но полицейский остался непреклонен, не отнекивайся. Ты ведь сказал Николай, значит, имел в виду нашего царя. В советские времена политические анекдоты сохранили оттенок черного юмора. Беломорско-Балтийский канал существует с 1933 года и был построен заключенными ГУЛАГа. При его строительстве погибли более 10 тысяч человек. Левый берег был построен теми, кто рассказывал антисоветские анекдоты, а правый берег – теми, кто их слушал, поговаривали на улице. Раз в 4 года, а с 2012 года каждые 6 лет, российский холостяк заглядывает в свой холодильник. Политическая ситуация в современной России такова, что гастрономическое разнообразие все сокращается, и у холостяка постепенно пропадает аппетит. Испания, в которой сейчас по краям политического спектра развелось много всего неудобоваримого для желудка испанского избирателя, может в конечном итоге провалиться в ту же яму отвращения к будущему, что и Россия. Это как в советском анекдоте, в котором на вопрос, является ли СССР самой прогрессивной страной в мире. Советский товарищ ответил, Конечно, потому что вчера наше завтра уже было лучше, чем завтрашнее вчера. Да, будущее уже не такое, каким оно было раньше. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!